Господин президент, отобедайте с нами. Открытое письмо с таким заголовком от имени жильцов Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Якутске накануне было размещено на одном из местных сетевых интернет-изданий. Старики жалуются на плохое питание и уход в притеснение со стороны персонала. Наша съемочная группа решила выяснить на самом ли деле факты, изложенные в этом письме, имеют под собой основания. Репортаж Туяры Филипповой. Сразу при входе висит то самое скандальное письмо. Директор Анна Слепцова встречает нас лично и проводит по дому-интернату. Здесь раньше размещался профилакторий АЛАС. Первым делом находим автора письма. Инициатором его написания вместо трех мужских имен под петицией к президенту оказывается женщина. Людмила Степанова живет здесь с лета этого года. Вечером действительно очень хочется кушать. Вы все домашние знаете, вечерком-то под чаек бы не мешало бы хлебушка бы и колбаски. А нету. Нету. Я никого не виню. Государство рассчитало, что 75 процентов с нас взять, значит нам остальное хватит. Не хватает ребята. Скудный рацион, каша на воде, супы без мяса и плохие условия. Вот главное, на что жалуются авторы письма. И мы направляемся в столовую. Что сегодня у вас на обед? Суп домашний. Гречка с окорочками и морковный салат. Компот яблочный. Норма у нас. Второе место среди неспадли он по 250. А суп 300. 350. Мы решили сами проверить, чем и как здесь кормят. Пробуем первое блюдо. Суп мясной. Ну, вполне съедобно и даже по-домашнему вкусно. Может быть, работники дома-интерната и готовились к нашему визиту. Но сами старики, по крайней мере, к кому мы обратились, защищают администрацию. Хорошо кормить. Аппетитно. Да нормально, ради бога. Мы нет на улице. У нас крыша над головой есть. Вот горячая еда. Вот первое. Вот второе. Но людям всегда что-то не хватает. Директор учреждения признает, что уменьшить сумму удержания с пенсии в 75% предусмотренных по закону они не могут. Если раньше вот эти 75% у нас шли как вспомогательные, да, мы дополнительно там если покупали, а на сегодня вот эти 75% сумму убрали с бюджета. Вот поэтому вот тут у нас, конечно, государство уже не может же полностью обеспечить. Жалобы на то, что цены в киоске дорогие, покупать старикам не на что опровергает очередь. Вот Немюгинский хлебокомбинат. Неделю два раза к нам привозят. Цены у них очень даже нормальные. Даже булочки дешевле, чем в городских магазинах. 20 рублей стоят. Молочное, печенье, сахар. Ну все, что хотите. В доме престарелых в основном живут одинокие старики, инвалиды и те, от кого отказались дети. Понятно, что малейшее невнимание и резкое отношение их обижает. Конечно. Сделать человеку больно в разы. Попробуй теперь это снять. Ради справедливости скажем, что в книге жалоб и предложений есть записи о невкусной каше и чае без сахара, датированной сентябрем. Но, как говорят сами жильцы, все зависит от смены поваров. Кто-то готовит вкусно, а кто-то нет. Халатность ли это со стороны персонала или пустые наговоры, выяснит специальная комиссия. Проверка уже началась. Да, я вчера действительно выезжала в данное учреждение. По составленному меню все было проверено. В настоящее время готовится приказ министерства о проверке дома-интерната. Официальные данные проверки появятся на следующей неделе. Туяра Филипова, Гаврил Дичков, НВК Саха, Якутск.